МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такси! Такси! Девушка, красавица! Куда едет? Нет, никуда не едем, спасибо. Вы дешевле не найдете. Такси! А от простуды поможет? Поможет. Юль, привет! Привет. А мама у себя? Кажется, да. С приездом, Юль! Ну что, будете брать? А что вы еще посоветую? Скажите, артикул 1627 отгружен уже? Почему была задержка? Поясните. Этого не может быть! Привет, мамуль. Я перезвоню. Юлечка, привет. Пожди, а ты почему так рано вернулась? Не спрашивала. А как же аспирантура? Экзамены у тебя на днях? Я не понимаю, как тебя Ваня отпустил? Ты же с ним должна сдавать. Ни аспирантуры, ни Вани, мам. В смысле? Я не понимаю. Мам, он меня предал. И пусть он сам доучивается в аспирантуре. И знать его больше не хочу. Пожалуйста, поясни. Он теперь с другой. Да. А знаешь что? А ты не расстраивайся. Не стоит он того. Давай я тебя домой отвезу, да? Едем. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, мой хороший. Ты видишь, кто тебя встречает? Спасибо. А дядя Рома на работе? Ну а где же еще? Ты знаешь, я даже злюсь на него иногда. Почти сутками там пропадает. Ну ты его знаешь, нужно все контролировать. Все логично. Называется защищать свои инвестиции. Передо мной умничать. Не обязательно. Это у меня наследство, моя от вас, папа. А вот этого говорить не стоило. Ладно, поднимайся к тебе, приводи себя в порядок, будем обедать. Это я пока Рома позвоню. Вот здесь вот. Привет. Ага, да, да. В общем, завизируешь и мне на подпись. Утром будет у вас на столе. Здравствуйте. Да, привет. Рома, у тебя есть минутка? У меня новость. Юля вернулась из столицы. Аспирантура отменяется. Подожди, у нее же были другие планы. Были. Были, да уплыли вместе с женихом. И что, расстались? Роман Александрович. Извини. Заказчик приехал. Что, про экспорт комплексы? Только... Олечке, извини, у меня тут сейчас встреча. Целую, люблю, дай я перезвоню. Да, конечно, пока. Боже мой. Кто бы мог подумать. Ваня казался таким надежным. На тебя я думаю. Как бабушка Стюши поживает? Как? В больнице лежит. Как в больнице? Что-то случилось? Юля, ну что с ней может случиться? Моя бывшая свекровь еще всех нас переживет. У нее плановое профилактическое лечение. Как обычно. Раз в год. После того микроинсульта. Ты так об этом и сказала? А как я должна была сказать? Да она просто неблагодарная. Я ей лекарства в больницу привезла. Она меня со скандалом из палаты выставила. Да мы же не общаемся совершенно. А если она и звонит, то только о тебе и спрашивает. Ты же у нее единственная любимая внучка. Ладно. Пойду оденусь. Мне еще нужно до закрытия в аптеку успеть. Отвезешь меня к бабушке? Ты не поела ничего? Мне нет аппетита. Конечно, выздоровляйте. Хрипов нет. Через час на процедуру. Пойдемте в следующую полотну. Бабушка. Юлечка. Привет. На побывку? Да. Ну, почти. А, в общем, университет закончила, в аспирантуру решила не идти. И теперь, вот, на разбудье. Вот тебе фрукты принесла. Спасибо. Как ты? Спасибо. Да, еще две недели этих пыток. А дома Марчелло один остался. Как там Марчелло? Ну, Марчелло. А что ему станется? Марчелло есть Марчелло. За ним соседка Нина присматривает. Пока я здесь, на курорте. Какие еще новости? Вчера Ольга приходила. Настроение испортила. Тогда же вы уже помиритесь. Мне больно смотреть, как два самых родных для меня человека не переносят друг друга. Твоя мать поверила слухам и предала твоего отца. Я знаю только одно, Игорь исчез. Ничему другому я не верю. Ну, вообще, не будем об этом. Ты единственная, любимая моя внучка Юленька. Я смотрю на тебя и вижу Игоря. Какое замечательное время было, да? Да, я хорошо помню это время. И как мы жили в твоей квартире. Я в вашей комнате ничего не меняла. Ну, и иногда заходила, пыль вытирала. Так все внезапно произошло. Твоя мать вышла замуж за его друга детства. Ладно, бабушка, давай не будем больше об этом, да? Я побегу, и мне уже правда пора. Спасибо тебе за все, бабушка, спасибо. Беги, беги, беги. Кушай фрукты, выздоравливай, а я тебе скоро еще навещу. Угу. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что делаешь, милая? Прощаюсь с воспоминаниями. Все. Ни фотографии, ни переписки. Ну и ладно. Значит, не твой был. Как к бабушке съездила? Да. Хотелось, чтобы вы помирились, а бабушка даже слушать не стала. Опять называла меня предательницей, да? Боже мой, сколько можно. Это не я его бросила, а он меня. Бабушка считает по-другому. Ей просто трудно признать тот факт, что ее сын бросил свою семью ради другой женщины. Юлечка, я тебе никогда не говорила, но в день его исчезновения мне позвонила какая-то девица и сообщила, что у нее с твоим отцом страстный роман. И что он выбрал ее, и к нам он больше не вернется. Нет, я, конечно, сначала не поверила. Да вот только это оказалось правдой. Он исчез и больше не вернулся. Ты никогда мне об этом не говорила. Он же исчез из-за каких-то денег. Такая была версия полиции, да? Невольно услышал ваш разговор. Игорь исчез за большой суммой денег, украв из сейфа моей фирмы. И тем самым очень сильно подставив меня перед заказчиком. Не знаю, как он на это решился. Видимо, совсем потерял голову из-за этой девицы. Ты точно был он? Абсолютно. Мы очень не хотели тебя расстраивать, поэтому ничего не говорили. Ты потерял отца. А я потерял лучшего друга. Предлагаю прошлое оставить в прошлом. Да, наверное. Абсолютно. Ты пересекла меня. Ты потерял тебя. Я сейчас с боссом по объекту, а ты с хозяйкой, если нужно, с дочкой покатаешься. И смотри, с дочкой поаккуратнее. Ром, мы должны ее обязательно поддержать. Ты же понимаешь, в каком она состоянии после расставания с женихом. Конечно, конечно, поддерживай. А вообще, какие у нее планы? Какие у нее могут быть планы с ее так красным дипломом? Естественно, только карьера в столице. Ничего, она придет в себя, я с ней поговорю. Доброе утро. Идет. Доброе. Не понимаю, ты куда собралась? В общем, минуточку внимания. У меня важная новость. Я навсегда останусь в Леснянске. Для меня важно работать в фирме, где работал мой отец. Поэтому, Роман Александрович, нужны ли вам молодые амбициозные архитекторы? Подожди. Ты хочешь работать в моей фирме? Да. Я как-то даже не рассматривал такой вариант. Нет, это, конечно, большая честь для меня, но... Послушай, Юля. Твое место в столице, Леснянске, это провинция. Рома абсолютно прав. Зачем тебе здесь оставаться? Ну, если ты не хочешь поступать в аспирантуру, я могу поговорить с одной очень серьезной столичной фирмой. Мы с ним недавно выпускали совместный проект, и им требуется толковый архитектор. Могу поговорить. Нет, я не вернусь в город. Да не стоит так переживать из-за этого мерзавца, Юль. Мам, ты не слышишь меня. Я не хочу никаких воспоминаний о нем. Все эти улицы, там, где мы гуляли вместе, это больно, ты понимаешь? Да ты хотя бы обдумай. Рому все устроит. Ты уже профукала аспирантуру. Думаешь, кто-то оценит? В общем, вы на меня сильно давите, и я... Юля, Юля, присядь. Я возьму тебя в фирму, но на общих основаниях и с испытательным сроком. Это прекрасно, Роман Александрович. Увидимся завтра на работе. Подожди, а где ты жить собираешься? Я потом расскажу. Ну, ничего. Ничего, скоро она сам обратно запросится. Мне кажется, я здесь быстро, она скучит. Спасибо тебе, Рома. Мы же семья. Люблю тебя. Привет, бабушка. Привет. Здравствуй, Юлечка. А ты что, куда-то уезжаешь? Нет. Можно я у тебя поживу? А что случилось? С матерью поругалась? Что-то вроде того. Я просто хочу пожить отдельно. Можно? Ну, конечно, живи. Возьми ключи у соседки Нины. Только присмотри, заморчила. А, конечно. А где соседка Нина? Она живет на третьем этаже. На площадке первая, дверь слева. Ага. Хорошо. Спасибо, бабуль. Я побегу. Да. Обязание успокаивает. Ага. 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 Юля, домой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мамуль, я только собиралась тебе позвонить Нет, я осталась у бабушке в комнате, в которой мы жили до переезда Мам, давай, пожалуйста, не будем ссориться Я тебя очень люблю Поживу у бабушки Горановская Юлия Игоревна. Семейное положение? Не замужем. Встречаешься с кем-то? А что за вопрос? Я не понимаю, для чего? Для меня. Собираю информацию о потенциальной будущей невесте Жужин, кажется, да? Занимайтесь своей работой, господин Жужин О, а ты с характером, да? Кстати, сам Роман Александрович Зайцев лично дал распоряжение о твоем трудоустройстве Откуда его знаешь? Я прошу вас, занимайтесь своей работой, Жужин Как же, как же Я уже и не припомню, когда шеф в последний раз лично давал мне указания Да Так, ну вот это вот уже можно на подпись Это изменение по водоканалу Хорошо Вы меня сми, а то подготовьте, хорошо? Да, сделаем Да, вот здесь точно уже проверили? Да, хорошо Хорошо Ну как, Юрочка, получается? Вроде бы да Вот, черновой набросок уже пусти, готов Да, неплохо, неплохо Кстати, сотрудники ходят на обед здесь в кафе за углом Ко мне нормально и очень прилично готовят Спасибо Да, Роман Александрович Да, да, я поняла, поняла Юля, Юля, есть срочное задание Нужно спуститься в архив и принести кое-какие документы Архив находится на первом этаже в правом крыле Найдешь ящик с подписью Сорокина Возьмешь две папки последними датами И срочно ко мне Срочно Угу Угу Да, Татьяна Алексеевна Да, я уже иду Да Угу Вот, где нужно расписаться? Сейчас я запишу номера Ваша фамилия? Грановская Юлия Игоревна Распишитесь здесь, пожалуйста Спасибо Алло, мам Что? Что? Мам, я уже поел, ну честное слово Мне уже сорок пять лет Мам, все, пока, я занят Проект Двеновский Слушай, Марчелло А ведь у нас с тобой все хорошо, да? Ну так, а почему бы нам с тобой об этом Не рассказать всем остальным, да? Вот, пусть все об этом знают И что мы с тобой ни по кому не скучаем, да? Давай, значит, раз, два, три Будем улыбаться, да? Да? Давай, раз, два, три Давай улыбаться, Марчелло Мам, му-м-м Угу Простите, вы Юля? Да Можно? Да, конечно Только что узнала, что дочь моего бывшего босса Игоря Викторовича Юлия Грановская устроилась к нам в фирму А мне, пожалуйста, то же самое Да, хорошо Ну, здравствуй, девочка, пятиклашка, шестиклашка Света? Да ладно, обалдеть Вы же были для меня тогда лучшей подружкой, старшей Еще бы Кто тебе уроки помогал делать, а? Два года с тобой провозилась Ой, а помнишь, как ты вызвалась поливать цветы в кабинете у отца Схватила в приемной полный графин с водой И пролила на документы, которые должен мне подписать Грановский Я тогда тебя пожалела, взяла всю вину на себя Твой отец был так зол Да, было очень неловко Ну, без папы тут все не так Да Я очень долго не могла привыкнуть Тогда все Судачили о его исчезновении А хочешь знать, что я думаю по этому пункту? Да, конечно Твой отец не брал деньги из сейфа фирмы Ну, не такой он был человек Что? Спросить, что ты хочешь? Вот так вот Все Надоело я вам Ничего, завтра еще поставлю Была бы польза Добрый день Здравствуйте Тушка, извините, вы не могли бы нас оставить ненадолго? Да, да, конечно Спасибо вам большое Поговорим? Зачем явилась? Я же тебе говорила Видеть тебя не хочу Вы думаете, я хочу вас видеть? Пожалуйста, перестаньте вмешиваться в нашу жизнь Как вы могли, не посоветовавшись со мной Поселить Юлю у себя? Советоваться? С тобой? Да Юля Юля сама выбирает, где ей жить Скажите, вы Вы правда? Вы ничего не понимаете? Я столько лет оберегала Юлю от тяжелых воспоминаний А вы что сделали? Вы поселили ее в нашей старой комнате Где все напоминает ей непутевым отца Я не позволю тебе говорить В таком Тоне о моем сыне А как мне о нем говорить? То он же предал нас Пусть Юля сегодня же возвращается домой Сегодня же, вам ясно? Вы поговорите с ней? Я не буду ни о чем с ней говорить Ей нужно самой с этим разобраться Так значит нет Сдачи не надо Спасибо По словам мамы, у отца был мотив Роман на стороне Он ради другой женщины бросил нас и уехал Как ты думаешь, это вообще возможно? Ну не знаю Твой отец был очень интересным мужчиной А откуда твоя мама узнала про Роман? В день исчезновения отца Ей позвонила какая-то женщина И сказала, что у них с папой Роман И что папа больше не вернется А другие подтверждения Романа есть? Насколько я знаю, нет Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу Но я не хотела бы дальше развивать эту тему Была рада повидаться Подожди, а какие мысли? Да ничего особенного Мне на работу пора Свет Подожди Подожди, я правда опаздываю на работу Догоню, догоню, догоню тебя Стой, стой Ой, извините Ничего Что за мысли, пожалуйста, расскажи Для меня это очень важно Честно И я не знаю Одну минуточку, сейчас подойду Давай отойдем Да, да Я все показала заказчику Вадим Эдуардович явно заинтересовался Вот здесь Пишите, пожалуйста Это хорошо Хорошо Как там Юля? Ну, понимание есть Она у нас девушка с характером Но каких-то особых подходов искать мне не надо И забудь, что она дочь Грановского, моей падчерицы Ты в отделе главная, помни это А она лишь соискатель с испытательным сроком Поэтому Нагружай ее, не стесняйся Ясно? И вот здесь вот протокол совещания Конечно, нагрузят Так, слушай, я посмотрел, вроде все в порядке А вот эти еще раз Еще эти? Да Понимаешь, тот телефонный звонок, о котором тебе мама говорила Он мог быть подстроен Звонок девице Подстроен? Со мной когда-то подобная история приключилась С очень печальными последствиями Была у меня первая любовь Сосед по дому, Коля Игнатов Кое-кому очень не нравилось, что мы встречаемся Колю оговорили Мы расстались А все из-за звонка какой-то барышни Там мне очень лихо наплела, что у них с Колей все серьезно Вот-вот родится ребенок И у меня никаких шансов Вот это да Коля, конечно, пытался оправдаться, но я ему не поверила А правда, она только через несколько лет открылась То есть ты думаешь, что звонок маме подстроен? А что насчет ограбления? Ну, тут тоже не все так просто Не только Зайцев и твой отец знали о деньгах в сейфе Просто эта версия тогда всех устроила И полицию в том числе Лично я считаю, что деньги мог взять другой человек А потом обставил все так, будто твой отец украл деньги И уехал в другой город Для этого у него были и возможности, и мотив Ты о ком-то конкретно? Да Ковалев Андрей Геннадьевич Он работал начальником охраны в нашей фирме Очень наглый и истеричный ревневец Знаешь, о таких говорят без тормозов Устроилась к нам на работу молоденькая архитекторша Ковалев в нее без памяти влюбился А она к нему полный игнор Она глаз твоего отца не спускает Куда он, туда и она Твой отец ее влюбленности не понимает Держит на расстоянии А Ковалеву от этого не легче Ковалев к ней и так пытался, и эдак ничего В общем, у него от ревности крышу сорвало Закончилось все тяжесть Закончилось все тяжесть Тем, что он пьяным угрожал пистолетом Грановскому Ненавижу, мол, убью На моих глазах Я так испугалась Казалось, еще чуть-чуть и выстрелит Ничего себе Да, но Грановский молчать не стал Он все рассказал Зайцеву Ковалева уволили по статье А перед тем, как уйти, он ворвался к Грановскому И в ярости ему пообещал, что это так не оставит Ну, а через месяц твой отец исчез А архитекторша эта, она еще несколько лет у нас поработала А потом вышла замуж и уехала в другой город То есть, ты думаешь, Ковалев мог убить отца и все остальное подстроить? Юль, я просто поделилась своими мыслями Слушай, мне правда уже пора на работу Да, мне тоже нужно поработать, пойдем Пойдем Да, мам Привет Как ты? Как на работе дела? Да, все хорошо Вот, вроде бы нашла общий язык со своей непосредственной начальницей Бабочке звонила? Да нет, а что, должна была? Тебе не надоело еще сидеть одной в ее квартире? Ну, почему? Здесь вообще-то есть чем заняться Я вот, например, попугайчик округлю Кстати, мам, я все время думаю об отце Я хотела тебя попросить, не можешь ли ты дословно мне передать разговор с той женщиной Особенно интонацией Может, может, она говорила как-то неуверенно Или были какие-то несостыковки в словах? Юля, это было 12 лет назад Я не то что интонация, я голоса ее не помню Хватит копаться в прошлом Прошу И возвращайся домой Мам, я пока не хочу домой И ты не волнуйся, пожалуйста Да я не волнуюсь Я для себя все давно решила Пока А мы для себя все не решили, да, Марчал? У нас еще есть вопросы И нужно найти ответы Ром тут Ай, завтра Я устал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ КОНЕЦ Ковалев Агне. Ковалев Агне. Улица Заводская, 34, квартира 23. И Ковалев Агне. Улица Лесная, 75. КОНЕЦ 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 Всем пока. До свидания. Пока. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Чего? А Ковалев Андрей Геннадьевич здесь проживает? Вообще-то, муж мой Андрей Глебович. А зачем он вам? Извините, я ошиблась. Извините. Простите, пожалуйста, а Лесная, семьдесят пять, это... Ну, здесь. А Ковалев Андрей Геннадьевич здесь проживает? Нет. Брат разбился на машине. Насмерть. Это что вы? Я... Я сочувствую. А когда это было? Давно. Двенадцать лет назад. Я как раз тогда откинулся в мае. А аккуратно, мой день рождения, брат погиб. Пятого июня. Так это, получается, за неделю до исчезновения отца. Какого еще отца? Ты вообще кто такая? Простите, я забыла представиться. Меня зовут Юля. Я собираю информацию по поводу отца. Он исчез одиннадцатого июня две тысячи шестого года. Он работал вместе с вашим братом в архитектурной фирме. Может, слышали, главный архитектор Грановский. Значит, ты дочь Грановского. Да. Ну, и что ты сюда приперлась? Ненавижу. Всю семью вашу ненавижу. Почему? Из Грановского арея вышвырнули из фирмы. Братуха расклеился, запил. Потому и погиб. И виноват в этом твой папаша. Если бы он тогда не исчез, я с ним бы по-своему разобрался. Вы знаете, у меня совсем другая информация. Ваш брат сам виноват. Мне очень жаль, что все так произошло. Мария Сергеевна, меня зовут Юлия Грановская. Вы меня помните? Юлия Грановская. Ну, конечно, помню. Замечательная ученица, образательная, прекрасно читающая стихи. Боже, какой ты красавица из стали. Спасибо. А вы в магазин? Да, я хлебушек купить. Половинку ржаного для себя. И все? Юлечка, мне много не надо. Я живу с Алмадовным, давно на пенсии. Все скромно. Я очень хотела, чтобы вы стали хорошими людьми. Иногда беру альбом с фотографиями и мыслями у нашей с прошлой. Благодарю Богу за все. Рада была тебя повидать. Ты забегай, если что. Дверь моя всегда открыта. А давайте я вам с продуктами помогу. Да нет, ну что ты. Давайте, давайте. Пойдемте. Пойдемте. Ой, Юлечка, просто неловко. Алло, это из архива. Вы сказали сообщить вам, если кто-то будет интересоваться работами архитектора Грановского. Так вот, появилась новая сотрудница, она изучала его папки, Юлия Грановская. В фирме сказали, что она недавно появилась в городе и что она его дочь. Да. Юлечка, зачем так много? Значит так, я скоро получу пенсию и все верну. Мария Сергеевна, даже не думайте. Это все от чистого сердца моей самой любимой первоучительницы. Перестаньте. Спасибо. Спасибо. Зря ты Юленька так растаралась. Спасибо тебе, конечно, большое. Ну что еще? Школу нашу теперь не знать. Перестроили. Да, давно я там не была. Выпускники часто в гости приходят. И одноклассники твои бывшие, с которыми ты до седьмого класса училась. И Зина Яровая, и Толя Петров, и Лидочка Стецкев, и Жора Флокина. Здорово было бы их увидеть. А об отце весточке больше не было. Нет, к сожалению. Ну вот, я уже совсем рядом. Дальше я сама. Да что вы, я вас прямо до дома дожду. Да что ты, Юлечка, вам. Пойдемте, пойдемте. Даже не думайте. Ой, Боже мой. Спасибо. Пойдемте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Ну, короче, пробили. Какой расклад по ней дальше? Ну, чё? Давай. Чё-чё? Кадить надо быстрее. Здесь она живёт. Света, а ты сильно занята? Ну, как обычно. Можно тебя на пару минут? Да. Пойдём. Пойдём в сторонку. Ну, что у тебя? Говори. Я нашла адрес Ковалёва в справочнике и ездила к нему. И что? В общем, он за неделю до исчезновения отца погиб. Разбился на машине. Ничего себе. Да, значит, я ошиблась. Зря я его подозревала. Может быть, у тебя есть ещё какие-то мысли по поводу отца? Нет. Значит, Грановский действительно уехал в другой город к женщине. Обокрав фирму. Мне очень жаль. Тимофея его не видели? Да вон он. Вон он. Тимофеева, где ты ходишь? Я сейчас иду. Ещё две минутки. Ну, давай, давай. Не затягивай. Хорошо. Прости, пожалуйста. Мне и правда пора. Ваш заказ. Спасибо. Спасибо. У меня у Дениса новое хобби. Программирование. Представляешь? Все эти там бейсики, паскали. Ещё чего-то. Это в тринадцать-то лет. Молодец. Толковый он у вас. В деда пошёл. У тебя отец всю жизнь на них мать и преподавал. Точно. Давай ещё закажем коктейли. Ой, нет, Настя, не хочу. Такое настроение, что... Оля, что-то случилось? Настя, ты какая-то не такая. Чего ты сразу не сказала? С мужем поругались? Да нет. С Юлей проблема. Представь, она вернулась из столицы. Ей втемяшилось в голову, что она должна жить в Леснянске. Да ты что? Мы с мужем пытались её отговорить, так она вообще из дома съехала. В квартире поселилась у бывшей свекрови. О Грановском расспрашивала. Вот скажи мне, Настя, зачем ей этот город, эти воспоминания? Я так мечтала, чтобы она никогда сюда больше не возвращалась. Слушай, я вообще ничего не понимаю. А жених её что? Жених. Расстались. Под лицом оказался. С другой роман закрутил. Да ты что, вот гад, а? Бедненькая. Да и ты тоже. Как ты меня понимаешь, Настя. Все мои мечты на Юлю разрушены. Я так хотела, чтобы она замуж вышла. Аспирантуру параллельно закончила с прицелом на докторскую. Жильём вы помогли, квартиру купили. Всё, всё рухнуло. Да, это, конечно, стресс. А работать она по специальности хочет? Уже, кроме, на ферму пошла. Да? Он её хоть и взял, но недоволен. У него на ферме ни для кого поблажек нет. А тут всё-таки приёмная дочь. Вот он и переживает. Мол, вдруг Юля будет думать, что он особо её будет опекать. А он не хочет слабину перед сотрудниками показывать. Это логично. Я на работе такая же. Мы настроены её обратно отправить. Ничего, что аспирантура через год пока в солидной ферме поработает. Но она же упрямая. Вот если втемяшила, что в голову, не переубедить. Кажется, у меня есть идея. У Юли же скоро день рождения? Да, и что? Ей нужна новая обстановка. Там у неё появится время всё обдумать, взвесить вся за и против и принять единственное верное решение. Где я работаю, ты помнишь? Девушка, какие у вас есть коктейли? Девушка, какие у вас есть коктейли? Девушка, какие у вас есть коктейли? Девушка, какие у нас есть коктейли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, морчала? Теперь тебе будет нескучно Здорово! Здорово! Да, Юля, это я ввел дело об исчезновении вашего отца. Вот, поднял документы из архива, чтобы освежить в памяти. А вы что-нибудь знаете про женщину, которая звонила моей маме в день исчезновения отца? Ну, конечно. Это же был последний фрагмент в пазле. Грановский потерял голову, ограбил фирму и навсегда исчез со своей новой возлюбленной. А ваша мама по этому поводу очень долго переживала. То есть, вы думаете, что все так и было? Что, есть какие-то новые факты? Нет. Ничего нет. Я просто хотела узнать, как все было. Мы восстановили хронологию последнего дня Грановского в городе. В воскресенье 11 июня 2006 года, приблизительно в 12 часов дня, Грановский приезжает в свою архитектурную фирму и крадет деньги из сейфа, принадлежащие Роману Зайцеву. Естественно, без свидетелей. Охрана в это время находилась на вахте и факт кражи не заметил. После чего Грановский едет во вновь построенную гостиницу у Лисии горы и отвозит Абдулаеву недостающие документы для запуска гостиницы в эксплуатации. После чего он навсегда исчезает из города. Откуда вы знаете, что он точно выезжал из города? Это установленный факт. Машину Грановского видели на выезде из города приблизительно в 8 часов вечера. Хотя были уже сумерки, свидетель со стопроцентной уверенностью утверждает, что за рулем машины был сам Грановский. Я понимаю, Юля, вам больно это слушать. Да, вы правы, просто трудно представить, что твой отец был предателем его. Да. Машину Грановского нашли через месяц в другом городе на разборке. Как она там оказалась, нам выяснить не удалось, но я думаю, что Грановский сам ее сдал для того, чтобы запутать следы. Или машину у него угнали после того, как он приехал в город к своей новой возлюбленной. Вот, в общем-то, и все. Вы знаете, мне кажется, что здесь еще есть вопросы. А у вас что-то есть конкретное? Ну, например, даже эта гостиница у Лиси Горы. Я смотрела проекты отца, и там действительно есть проект гостиницы, но что-то здесь все равно не так. Юля, мы все проверили, все. Ну, не могут появиться новые факты. Прошло слишком много времени. Хорошо, я сама постараюсь найти что-нибудь. Ну, зачем это вам, Юля? Ну, я просто хочу узнать, что с моим отцом и жив ли он. Разве это так много? Да. Знаете что? Возьмите мою визитку на всякий случай и запишите ваш номер телефона и адрес, по которому вы сейчас проживаете. Угу. Да. Спасибо. Давайте ваш пропуск. Вас дальше проводят. Всего хорошего. Спасибо. Да, это я. Есть дело. Да, бабушка, привет. Как ты? А, Юлечка, солнышко, ты очень занята. А что? Да только мне сказали, что нужны лекарства, ты сможешь мне купить. А то мне опять соседку просить. Бабушка, ну перестань, ты что? Конечно, я куплю. Ты продиктуешь мне, что нужно? Ладно? Три дня тебе на поиск. Разговор окончен, все. Ясно. Сан Саныч, привет. Привет. Я, 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 я. Да. Ну, как погода в столице? Отлично. А на архитектурном фронте? Да ты что? Слушай, в принципе, вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Да, 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 да. Да, по поводу нового архитектора. У меня есть прекрасная кандидатура для тебя. Моя падчерица. Бабулечка, привет. Вот здесь все лекарства, как ты просила. Спасибо, Юлечка. Ну, как твои дела? Все нормально. Только мысли об отце не дают мне покоя. Не тебе одной. Но я не об этом. У меня к тебе дела. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего того, что ты сама себе желаешь. Бабушка, ты так красивая. Ну, у меня день рождения только послезавтра. А то я не знаю. Ну, а может, тогда ты не сможешь прийти, будешь занята. Вот. А я хотела тебе первый подарок сделать. Да. Поэтому заранее купила, взяла с собой больницу. На всякий случай. А вдруг ты появишься. И ты пришла, я тебя дарю. Примеришь? Да. Ой, какая ты у меня красивая. Самая красивая внучка на свет. Спасибо огромное, бабушка. Спасибо. Спасибо. Можно я приду? Ну, привет, подруга. Деньги? Когда отдашь? Какие деньги? Да ты не борзей. За брата своего когда рассчитаешься? У меня нет брата. Вы меня с кем-то спутали. Ты что думаешь, мы тупые, что ли, а? Да нет у меня никакого брата. Вы что? Отстаньте от меня. Да мы не пристаем. Просто деньги отдать. Не хочешь по-хорошему? Короче, бабки завтра принесешь. Ясно? Поняла. Сюда иди. Сюда иди. Кто заказчик? Твой заказчик. Кто заказчик? Отпусти. Отвечай. Кто послал? Отвечай давай. Да ты кто такой? Говори давай, кто послал. Короче, нанялись шугануть ее, чтобы из города свалило. Кто? Я не знаю. Подошли, проплатили. Кто говорили? Да не знаю я. Как выглядели? Да не знаю я. Так вспоминай давай. Ну? Не знаю. Все, иди отсюда. Давай, чтоб я тебя здесь больше не видел. Иди отсюда! Ты как? Да, спасибо вам. Юль, ты можешь просто на ты. Как раньше. Жора Фокин? Да, узнала? Да. Да, ты очень вовремя. А откуда ты здесь? Я был у Марии Сергеевны. Вот, у нас же скоро встреча выпускников. Хотел тебя пригласить. Я очень рада тебя видеть. Я, если честно, тоже не ожидал такой встречи. А может кофе? Слушай, у меня полчаса еще есть. Мне просто потом дочку надо будет забирать. Так что давай. Ты женат? Был, сейчас уже нет. Извини, я не хотела. Да нет, все нормально. Ну что, пойдем пить кофе? Да, пойдем, конечно. Юль, с тобой это точно все хорошо? Да, да, да. Спасибо тебе еще раз. Да, ну, просто. Обалдеть. А сколько лет вообще прошло? Десять, наверное. Да больше. Да и ты меня только что спас вообще. Да, вот такие вот мы добрые рыцари. Рыцарь, ты сахар будешь? Нет, спасибо, я так пью. Как дочку зовут? Даша. Она с мамой живет, да? Нет. Слушай, ну, раз мы заговорили, то... Жена меня бросила два года назад. Даша тогда два годика была. У нее сестра работала за границей в одном богатом доме, прислуга. И она, в общем, туда уехала работать. Работала долго, потом у нее роман, завязался с хозяином дома. И через два месяца они разбились на самолете. В туман попали и все погибли. Вот. Зачувствую. А сколько твоей дочке сейчас получается? Четыре, да? Четыре года и три месяца. Она у меня молодец. Тебе, наверное, тяжело с ней одному справляться, да? Слушай, да по-разному. Иногда мама приезжает, помогает. Иногда няня. Даша в садик ходит, я постоянно работаю. Только, наверное, нас спрашивают, где мама. Это, конечно... Да уж. Ну, ничего, справимся. Ладно, давай мы сменим тему. Ты как? Расскажи, что у тебя нового? Да что я? Я отучилась в архитектурном. Приехала в город. А сейчас работаю в фирме у отчима на испытательном сроке. Был жених, но он уже в прошлом. Так что как-то так. А ты кем работаешь? Слушай, я... Творческая профессия. Анализ, аналитика, принятие своевременных решений. Что-то в сфере бизнес-вслуг. Слушай, а это... Это шестой класс? Да. Вот я вот точно такой же тебе и помню. Ты помнишь, как мы в шестом классе, кстати, со школой пошли в поход в окрестный город? Да. У тебя тогда нога натерлась, и я свой рюкзак не вспомнишь? Да, и между прочим, ты сам тогда вызвался его нести. А я тогда подметила, мол, какой ты молодец. Да, молодец. Я еле его дотащил до этой гостиницы у Лисии горы. Как раз его построили. И, слава богу, автобус приехал, нас забрал. Я бы умер, наверное. Да, у Лисии горы. В общем, Жор, я тут решила докопаться до правды и узнать про исчезновение своего отца 12 лет назад. Может, даже узнать, что с ним где он. Просто дело в том, что именно в ту гостиницу у Лисии горы он приехал в день своего исчезновения. Он встречался с владельцем Абдулаевым. Я бы тоже хотела с ним встретиться и поговорить. Слушай, может, тебе помощь какая-нибудь нужна? У меня есть машина. Если что, доберемся до любого места быстро. Ты правда хочешь помочь? Да, почему нет? Это очень здорово. Может, тогда завтра после работы? Заметано. Как Папукая зовут? Марчелло. Марчелло? Угу. Марчелло, ты итальянец? Марчелло, ты итальянец? Марчелло, ты итальянец? Продолжение следует... Устал? Как обычно. Привет. Привет. Как там Юля на работе? Справляется? Справляется. Никак не справляется. Сегодня звонила и руководительница. Юля на работе вообще не появлялась. Кстати, тебе не звонила? Нет. Ну, когда я последний раз с ней разговаривала, она почему-то звонком той девицей интересовалась, с которой Грановский ушел. Что за бред? Зачем березить старые раны? Я то же самое ей сказала. В общем, я предварительно позвонил директору той столичной фирмы, Сан Саныч. Ее там ждут. Главное теперь ее уговорить. У меня Настя подкинула хорошую идею. Мне кажется, я знаю, что нам делать. Ну, вот и хорошо. Всем привет. Ну, как освоилась? Чего тебе, Жужин? Пришел на тебя полюбоваться. Я серьезно. Я тоже. Давай сегодня вечером куда-нибудь сходим. Я приглашаю ресторан на выбор. Чего сразу не сказала, что приемная дочь Зайцева? Я занята. Я не шучу. Давай сегодня в семь. Жужин, я тоже не шучу. Ни сегодня, ни завтра, а? Ну, ладно. Даю тебе время. Подумай, от чего ты отказываешься. Другие годами ждут, чтобы я обратил на них внимание. Всем пока! Да, Жор, я уже выхожу. Угу. Молодец, твой дед. Даша, я тебе говорил, он ее вообще по болтикам собирал. Я сначала после его смерти вообще боялся за руль садиться. А потом подумал, ему приятно будет. Ну, и правильно подумал. Машина классная. Здравствуйте. А директор здесь? Да, заходите. Спасибо. А не расскажете, где директора можно найти? Вон там обедает. Ага. Тимур Маратович занят. А, это мы по-важному делу. Здравствуйте. 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 Вы кто? Меня зовут Юля. Я дочь Грановского. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, как вам? Это все творение вашего отца. Правда, красиво? Да, очень. И стильно, и современно. А вы кто? Георгий. Очень приятно. Друг. Может быть, кофе, чай? Нет, нет, нет. Спасибо. Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста. Я вас слушаю. Вы же знаете, 12 лет назад и сейчас мой отец. И я бы хотела задать вам несколько вопросов. Можно? Да, конечно, конечно. В день своего исчезновения он приезжал к вам в гостиницу. Может быть, он говорил вам что-то важное или сказал, куда он собирается уехать. Просто я очень хотела бы его найти. Юлечка, все, что я знал, я рассказал в полиции. И потом, ну, почему вашему отцу надо было делиться со мной своими планами? Он был прекрасный человек, но у нас были чисто деловые отношения. Заказчик, исполнитель. Он привез мне документы, необходимые для ввода в эксплуатацию этой красавицы гостиницы. И тут же уехал. Явно куда-то спешил. И все. А вам не кажется странным сначала ограбить фирму, а затем не сразу же уехать из города, а приехать к вам и сделать крюк, отдать документы? Вы знаете, я сам очень часто об этом думаю, но... Ну, может быть, это и доказывает, что не ваш папа ограбил фирму. Он был просто порядочный человек. Он привез мне документы. Может, я могу еще чем-то вам помочь? Нет, спасибо. Спасибо, что делили нам время. Не за что. В любой момент, если что-то надо, обращайтесь, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ложный след. Слушай, Юля, я узнаю, сколько здесь номер стоит? Может быть, с Дашей сюда приедем отдохнуть, хорошо? Да, хорошо. Пар минут подождите, пожалуйста. Пар минут подождите, пожалуйста. Алло, это я. Надо срочно встретиться, обсудить одно дело. Да, это очень срочно. Перезвонить? Ну что, домой? Хорошо здесь, правда? Да, хорошо. А слышишь, как красиво поют птицы? Слышишь? Ты такая романтичная. Ну, блин. Хватит. Таак. Таак. ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛЕФОН Да, мамы, алло? Юлечка, девочка моя, я тебя поздравляю с днем рождения. Будь здорова, будь счастлива, родная. Ты знаешь, я уверена, ты еще встретишь свою половинку. Спасибо, мамы. Да, мы с Ромой ждем тебя на ужин. Ужин? Я постараюсь. Что значит ты постараешься? Ты обязательно должна быть. Значит так, ресторан «Маяк», 19.30, я уже столько забронировала. Все, целую, пока. Угу. Ой. Привет. Юлька, с днем рождения! Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Желаю тебе море счастья, море любви, море успехов и всего самого-самого лучшего. От всех наших подружанцев тебе привет. Спасибо, всем девчонкам привет. Когда в столицу? Никогда. Серьезно? Слушай, ну скажу тебе по секрету, что недавно видела твоего бывшего с его новой пассией. Знаешь, если честно, мне это не очень интересно. Правда? Угу. Ладно, все. Всех целую. Всем спасибо. Пока-пока. А это Юлия Огдановская, Юлия? Да. Здравствуйте. А кто из вас Юлия Огдановская? Это я. Вам доставка. Спасибо. А это кого это? Не указано. Хорошего вам дня. Спасибо. С днём рождения, Же. Привет, именинница. Я получила цветы. Спасибо огромное. Это же ты прислал? Да вроде еще нет. Извини, пожалуйста. Ну да, извини. Же, это же ужин? Ух ты, догадалась. Ну что, ужин при свечах? Откуда ты узнал про мой день рождения? Ну, я вообще-то в отделе кадров работаю. Забыла? Я лично тебя на работу оформлял. Чтобы никаких больше подарков, Жужин. Ты меня понял? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Юля, ты где? Я домой захожу. А ты где? С днём рождения. Спасибо. Ну, пойдём? Да. Спасибо. Ты приходи. Я сейчас цветы в лазу поставлю. Угу. 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 Ты не скучай. Я сейчас чай выставлю. Хорошо. Хорошо. Слушай, какой это класс? А, да, это восьмой, кажется. Да, восьмой. Крутой фото. Что, может, помочь тебе чем-нибудь? А, да. Нет, не надо. А чё это у тебя там пищит? А, да это телефон чё-то тупица, сеть ищет. Спасибо за цветы. Они очень красивые. Слушай, я тебя хочу кое-куда пригласить. Куда? Сюрприз. Поедем? Поедем. Ну, поехали. Ну, что, чай даже не выпьем? Чай выпьем. Ну, что, морчалок. Эй, как дела, говорю? Такое красивое место. Я тут не разнивала. Серьезно? Угу. Серьезно? Ну, да. Самая высокая точка города. Как ты могла тут не разнивать? Правда? Да. Здесь очень красиво. Это да. Юрий, аккуратно. Ой, прости. Прости. Прошу. Прости, пожалуйста. Няня. Алло, да. Что, случилось? В смысле, вам нужно раньше уехать? Мы же с вами договорились. Да, мамуль. Тебя еще долго ждать? Вы при старании. Я, я уже еду. Ладно, еду. Слушай, Юля, прости. Мне надо срочно домой уехать. Да, мне тоже нужно ехать. Давай я тебя подвезу хотя бы. Да. Спасибо. Значит, говоришь, Сорокина проходы не дает. Ну, да. Но фирма не очень нравится. Ну, я думаю, наш подарок понравится тебе гораздо больше. Да. Тебе. А что это? Посмотри. Ого. Это путевка на Ганарские острова? Поезжай, отдохни. Сменяй обстановку. И заодно подумай еще раз о работе в столице. Да, это здорово. Я переключусь. Конечно, езжай. Мне очень приятно, но нет. Юля, я понимаю. Ты же пришла в фирму, чтобы забыть прошлую любовь. Поверь моему опыту, такие вещи лучше забывать на берегу океана. Соглашайся. Дочь. Мамуль, дядя Ром, это мне безумно приятно. И это правда классный подарок, но я очень хочу остаться в городе. Спасибо вам огромное. Огромное. Был чудесный вечер, правда? Спасибо. Спасибо. Цветы-то хоть забери. Спасибо. Все, пока-пока. Да, а ты говорила, поедется. Что за характер? Вся в отца. Так, это все тебе. У нас собрал. Вот и посмотрим, на что ты способна на самом деле. Это на пару недель где-то, да? Крайний срок вторник. И с учетом того, что сегодня пятница, у тебя есть целых три рабочих дня. Подождите. Так тут же огромный объем работы. Ну, а кто тебе говорил, что будет легко? Только в фирме никто никого насильно не держит. Так. Да, Жор. Юля, прости, сегодня никак. Не можешь сегодня, да? Да, Даша заболела. Температура с утра поднялась. Только от врача приехали. Да, вызвал лучше, но все равно сейчас дома буду ее лечить. Слушай, у меня тоже не получается, завал на работе. Дашке скорейшего выздоровления. Грановская, у тебя есть еще время разговаривать по телефону? Извини, я позже тебе призвожу. Ладно. Хорошо. Работаем. Работаем. Роман Александрович, я к вам. Ну, что? Ну, я все сделала, как вы сказали. Вряд ли Юля сейчас в восторге. Ну, и как? Ну, справляется. А, хорошо. Спасибо, Танечка. Ну, как поживает наша талантливая, амбициозная сотрудница? Вот, работают в поте лица. Ну, как говорится, хотела быть архитектором, будь. Да, Юлечка, если тебе понадобится пауза, там отдохнуть или обдумать что-нибудь, обращайся, я с радостью пойду тебе навстречу. Хорошо, Роман Александрович, спасибо. Все замечательно. Ну, Юлия Игоревна, не буду вас отвлекать. Алло, это снова я. Приветствую. Послушайте. Это не надо ни вам, ни мне, никому. Вам придется с ней что-то решать. Нельзя порешить прошлое. Мне удался наш с тобой план. Юля отказалась от поездки. Жаль, я бы лично ни с секундами сомневалась. Так что, отказываться от поездки? Подожди немного. Рома попробует с ней поговорить, может, у него получится. Сегодня за всех заказываешь ты. Сможешь? Сможешь? Да. Простите. Официант. Простите. Вы Ольга Грановская. Вы Ольга Грановская. А я уже давно не Грановская. А вы велю то дела? Я не знаю, в курсе вы делали или нет, но ваша дочь намерена найти отца. Юля буквально на днях была у меня. Может быть, я чего-то не знаю? Вы о чем? Да. Зачем ей возобновлять поиски? Может быть, у вас появились какие-то новые факты? Нет, мне ничего такого не известно. А моя дочь достаточно взрослая. Это, видимо, ее личная инициатива. То есть, новых фактов никаких нет? Нет, я ведь уже все сказала. Эта тема для меня давно закрыта. Да, извините. Не буду вас задерживать. Милая, пойдем в другое кафе? Давай, Клина. Ага. Закатывай, градусник. Закатывай, градусник. 37,7. Ясно. Папа, тут болит. Челушка болит? Сильно болит? Немножко. Завтра врачу покажемся. Я боюсь этих колечков. Я боюсь, мы больше не будем анализы сдавать. Честно, честно? Честно, честно. Тогда ладно. Ложите, отдыхай. Это няня пришла. Да нет, у меня не выходной вроде сегодня. Привет. Привет. Я вот вас навестить решила. Спасибо. Или не вовремя? Да нет, проходи. Я тебя с Дашей познакомлю. Как она себя чувствует? Слушай, ну температура есть, но уже у меня такая большая. Давай боюсь. Что врач сказал? Да, о чем врач сказал? Анализы сдали. Завтра мы их будут забрать и опять на прием. Зараза, сейчас какая-то по городу ходит. У Даши в детский садик закрыли на карантин. У няни в ногу заболел. Так что вот... Ну, ничего страшного. Это каждый год случается. Я в детстве даже любила побылить на детстве. С книжками валялась и мультики смотрела. А я как бы болел в самолете клеиться. Один раз корабль хотел склеить, но не успел. Выздоровела раньше. Вот, и Даша скоро выздоровит. Куда она денется? Ладно, давай в сумку пойдем знакомиться. Давай снимай. Привет. Здрасьте. Я Даша. Так, Заяц, ты чего устал-то с кровати? Папочка, познакомница. Я Юля. Очень приятно познакомиться, Юля. Очень приятно. Мы с твоим папой вместе в школе учились. А это тебе. Нравится? Хорошая. Что сказать нужно, Даша? Спасибо, Юля. Только не Юля, а тетя Юля. Жора, какая тебе тетя? Ты что, с ума сошел? Пойдем. Я ее Колей назову. Ага. У меня все ключи с именами. Только ты поможешь мне ее открыть? Да, конечно, конечно, помогу. Я хочу к тебе позвонить. Кать, доставай. Ой, какая же красивая. Давай, ложись. Давай, давай. Хочешь, я тебя с другими куклами познакомлю? Да, конечно, хочу. Вот это Лакса. Ага. Вот это Тонечка. Она веселая всегда. А еще кто у тебя есть? Вот это вот. Принцесса на горошине. Почему ты так ее назвала? Очень интересно. Я ее так переназвала, когда мне папа сказку про принцессу на горошине прочитал. А как ее до этого звали? Почемучка. Очень креативно. Мы такие, да? Угу. Угу. Да. Папа сказал, когда я вырасту, стану журналисткой или телеведущей. У меня все данные для этого есть. Ты поразительная девочка, Даша. А ты прически куклам умеешь делать? Ну, вообще, когда-то умела, да. А, покажешь? Сейчас наборы достану. Так, занимайтесь. Чай, кофе. Чаем можно, без сахара. Спасибо. Ну что, Даша? Кому будем прическу делать? Вот расческа. Давай. А как вообще заплетать косички? Сейчас я тебе научу. На, расчесывай. Спасибо. Вот, бери здесь. Я тут расчешу. Давай. Ну что, тут не расчесывай, а надо на расчесывай пустить. Видишь, какая у тебя красивая коса, а? Хочешь, я тебе что-то по секрету покажу? Да, конечно. Постой, подожди. Покажу тебе мои вещи. Моя любимая секретная вещь. Что это? В зеркальце. Верхнее и нижнее. Для глаз вот так вот, а вот это нижнее для губ. Ого, ничего себе. Для щек вот так вот, чтобы смотреть глазами вот так вот. Девчонки, чай готов. Оля, сколько раз я говорил не брать в кровать собаку? А, да, прости. Спасибо. Извини, но с моей проблемой надо было решать. Извини. Дома тоже проблемы. У меня новость о Юле. Так. Что еще? Рома. Я поняла, почему она не хочет никуда уезжать. Она начала собственное расследование исчезновения отца. Она даже со следователем встречалась, который дело тогда вел. Представляешь? С чего это дело? Да, сам следователь рассказал. Мы случайно пересеклись, а он вдруг начал расспрашивать, чего это, через столько лет, начинать поиски. Мол, может быть у вас какие-то новые факты есть. Ну, а ты? Сказала, что никаких новых фактов у нас нет. Это ее личная инициатива. На том мы закончили. Она что, она не верит? Ей недостаточно того, что мы сказали? Получается, недостаточно. Я не понимаю. Я не понимаю, зачем опять все это ворошить? Ну, так скажи ей об этом. Не хочу. Почему? Не хочу, но не буду. Она не слышит меня. Ну, живет там где-то этот Грановский с этой… Ну, и… Ну, хорошо, вот она его сейчас найдет. Я не понимаю, как все тогда будет? Она захочет нас помирить, а я не хочу его видеть никогда. Я тебя понимаю. Все будет хорошо. Давай спать. Так. В домике там жили три медведя. Медведь-отец Михаил Иванович, медведица Анастасия Петровна и маленький медвежонок Мишут. Только медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. Папа, а Юля еще не ушла? Нет, еще не ушла. Сейчас ты уснешь, мы с ней еще на кухне немножко посидим. Засыпай. Она тебе нравится? Вошла девочка в первую комнату, в столовую. И увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая, поменьше, Анастасия Петровна. А третья, синенькая чашечка Мишуткина. После каждой чашечки сжала ложка. Большая, средняя и маленькая. Субтитры создавал DimaTorzok Элли Мишуткина. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя замечательная дочь, и ты большой молодец, дома так чисто, и Дашка такая воспитанная. Видно, что ты многое занимаешься. Поражаюсь, как ты все успеваешь. Я сам поражаюсь. Ну, знаешь, на самом деле очень интересно с ребенок. Я как будто заново жизнь с ней проживаю. Ну, то есть не заново, а в общем, в детство попал. Вот скоро в школу пойду. Пойдешь со мной? Нет. Я буду портфель носить, я это люблю. Да, Дашка очень любознательная и восприимчивая. Это да. Спасибо. Я очень рад, что вы с ней вообще язык нашли. Еще бы. Я вообще не знала, что я умею такие косы плести. И по профессии ты работать поливаю. Я до сих пор не научился эти косички заплетать. Не мое. Ну, как несостоявшийся парикмахер, могу провести тебе несколько мастер-классов. И что? Жалко, что вы тогда переехали. 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 Папа! 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 Что случилось, зайчик? Что случилось? Тебе плохо? Судя по запаху, мне стон поднялся. Я сейчас. Зайчик, ты чего? Папочка. 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 Держи куколку свою. Держи. Скоро температура спадет. Если поднимется снова, нужно будет вызывать неотложку. Не дай Бог. Я не хочу неотложку. Я хочу спать. Спи, спи, маленькая. И сон – это лучшее лекарство. Дай сумку, пожалуйста. Как проснется, ты дай ей чаю. Ей сейчас очень много нужно пить. И завтра обязательно вызовите врача. А я приеду вас навестить. Хорошо. Спасибо. Я не знаю, чтобы я без тебя делал. Да перестань. Да нет, правда, я что-то вообще растерялся. Ты прекрасный отец, и Даше очень повезло. Юль, прости, что я тебя не могу подвезти. Да все в порядке. Вот уже такси приехало. До завтра. Пока. Пока. Так, еще какарбоксилаза. Можно свечи. И сорбент любой, который ребенок воспринимает. Ну вот, я сейчас запишу вам. Это уже к этой схеме, которая есть? Да, конечно. Во вторник в десять тридцать ко мне на прием. Хорошо. Да? Даш, ну что, бьется сердце у куколки? Дай мне то, что. Да. Бьется? О, как хорошо. Даш, придешь ко мне на прием? Приду. Замечательно. Я буду тебя ждать. Поздоравливай. Спас. 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 Кандидатура охранника в особняк. Пробил? Ну, все чисто, Роман Александрович. Покручиваются ко мне в понедельник, я побеседую. Ну, понял. Роман Александрович, я бы хотел взять отпуск на неделю. Рвануть с семьей в круиз на парус на ехте. В мое отсутствие, Боря за всем присмотрит. Система налажена. Поверьте, проблем не будет. Так что, даете добро на мой отъезд? Ты же прекрасно понимаешь, что Боря не мой человек. О чьем глаза и уши тебе знать не обязательно. Так что добро на отпуск не даю. Ты мне понадобишься здесь. Детали. Потом. Мэра на днях юбилей. Мы едем за подарком. Я готова. Можем ехать. Будь на связи. Дарис, поехали. Поехали. Арсен, пока. Дашенька, привет. Как ты себя чувствуешь? А? Ура, ура, Юля! Врачи образовали? Да, врач приезжал. Кучу разных лекарств назначил. Отлечимся. Да, мама. Жора, только что позвонил мне знакомый. Она работает в поликлинике. Что с Дашей? Да, вчера температура поднялась с утра, а потом ацетон. В общем, врач приходил. Отлечимся сейчас. Значит так. Вези ее ко мне в деревню. Я должна посмотреть, насколько это все серьезно. И вообще, почему ты мне сразу не позвонил? Я бы хотя бы по телефону проконсультировала. Да я просто не хотел тебя волновать. Хорошо, я... Всегда звони мне в таких случаях. Хорошо, хорошо. Все, давай, жди. Целую. Даша, бабушка к себе в деревню зовет, поедем? Поеду, только съем. Юля, у бабушки там много кукол. Сделаешь им свои прически. Да? Кстати, это хорошая идея. Мы тебя приглашаем на деревенский уикенд. Это очень здорово, но как-то неожиданно. Угу. Ну, едем, пожалуйста. Едем. Ну, пожалуйста. Давай, соглашаемся. Сейчас будет истерика. Хорошо, хорошо. Я еду. Еду. Ну, а кофе-то попьем? Кофе попьем. Проходу... Поставки перемешать... Поставкаемся pasta... Смотрите. Узнали, кто он? Да никто толком о нем не знает. Он непростой, это факт. Может, еще пацанов взять? Надавить на нем? Надавить? А делаем так, мать родная не узнает. Заговорит, отвечаю. По моей отмашке. Не раньше. Поехали. Опа! Бабулечка, я за тобой соскучилась, моя девочка, как я соскучилась, моя девочка. Скажи, как ты себя чувствуешь? Голова не болит? Бабушка, все хорошо. Поняла. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля. Ну, пройдемте в дом. Вы были раньше знакомы. Да? Да, до седьмого класса вместе учились. А как фамилия Крановская? Как? Конечно помню. Я тогда в вашей школе медсестрой работала. Да? Да. А теперь вот лет пять как переехала в деревню, в родительский дом. Работаю фельдшером в медпункте. Мам, смотри, вот назначение врача и анализы. Можно? Ладно, я потом посмотрю. А сейчас займусь Дашкой. А тебе поручение собрать яблоки. Хорошо. Переоденься в доме, там отцовской возьмешь. Идем. Даша, кукла. Спасибо. Может, тебе помочь? Помоги, если справишься с нелегким заданием. А ты думаешь, нет? Могу хотя бы два слова написать. Угу. Удалю его номер. Ну и правильно. Нет, не буду. Тоже верно. Лучше в черный список. Так надежнее. Согласна. Угу. Мам, ну почему ты со мной все время соглашаешься? Я же посоветоваться хочу. Ну. Слушай, если он до пяти часов не позвонит… Угу. Или нет. Пока все окна не домою. И если он не ответит, тогда все. Ты за сегодня уже два раза переносишь прощание навсегда с этим Колей. Мам, ну и что? Мам, ты вообще хочешь, чтобы я была счастливой? Мне уже тридцать семь лет на минуточку. Да все, все уговорила. Мой окошки. Ну только так, не спеша. Дадим твоему Николаю еще один шанс. А не напишет. Я его номер из твоего телефона сама удалю. Мама. Удалит она. Дом этот дед построил. А эту яблоню с папой еще сажали. Ну нет, что-то уже два года яблоки не росли. А ты часто здесь бываешь? Нет. С этой работой. Ну что, сколько тебе фора дать? Хм, какой самоуверенный. Мы еще посмотрим, кто кого. Твоя корзинка там. Я думал, мы как интеллигентные люди, насчет рас. Во-первых, это нечестно. Бабулечка. Бабулечка. Ладно. Доставай градусник, хватит держать. Он еще ведь не пикает. Этот и не запикает. Доставай давай. Держи, бабушка. Давай. А ты давай пей чай и ешь варенье. Хорошо. Какая? Тридцать шесть и шесть. Вот что значит у бабушки в деревне. Жор, давай уже. Картошка готова. Так. Ну вот и картошечка наша. Ма, куда яблоки-то? А к сараю ставь. Так. Жора. Как вкусно пахнет, господи. Как дальше? Спит как ангел, пошла на поправку. Ой, что-то я тебя обделила. Она у вас чудесная девочка. Спасибо. А твоя мама как? Хорошо, все в порядке. Юля, я еще хотела спросить. А твоего отца тогда нашли? Нет. И новостей никаких по поводу его исчезновения тоже нет. Угу. Я очень хочу его найти. Жор, ты помог. Так я помогаю. Знаешь, Юля, у него там огромное-огромное... Мам, а... Вчера учительницу видел первую. Привет тебе передавала. Мария Сергеевна? Спасибо. Передай ей тоже привет. Спасибо. Она когда-то Жорика спасла от собаки большущей. Да ладно? Что-то я не помню. Здрасте. Ну как это ты не помнишь? Жора на переменке гулял с детками во дворе. И наткнулся на щенка. Щенок перелез через заборе с соседнего двора. Жор взял его на руки. А щенок лизнул в нос. Боже. Жорка так испугался. Давай бежать от него. А щенок следом. Дружить хочет. Слава Богу, на встрече Мария Сергеевна подхватила щенка и вернула обратно хозяину. Да. Жора потом еще всем целый месяц рассказывал, что во дворе школы живет огромная собака, которая хотела его укусить за нос и гналась в подворот. А там правда была огромная собака. Да в детстве вообще весь мир казался большим. Ой. Это точно огромным. А котлеты? Баба. Спасибо. Да, Светова. Юля, выручай. Написал мне Коля. Завтра он приезжает в город навестить родителей. Хочет встретиться. А я даже не знаю, что на ней. Не с кем посоветоваться. Все подруги заняты. В общем, Юль, ты можешь срочно приехать в торговый центр. Пожалуйста. Да, хорошо. Только я забегу домой немножечко, ладно? Давай в пять. Идет? Идет. Спасибо. Что случилось? Да, все в порядке. Просто знакомой нужно помочь. Я могу как-то... Да нет, нет, нет. Спасибо вам за прекрасный выходной. Да, спасибо. Ты выздоравливай, котик. Пока, Юля. Пока. Юленька, я буду скучать за тобой. Ладно, я пойду. Давай, увидимся. Увидимся. Созвонимся. Юль, спасибо. А ты знаешь, Коля не просто так мне не звонил. У них на работе какое-то чипо случилось. Ну, пойдем тогда скорее уже на ряды выбирать. Да, пойдем. Знаешь, люблю я его. Я тоже, кажется, влюбилась. Да ты что? И как, взаимно? Не знаю. Ничего себе. Едва только надела вон на царевну, не смела жемчужное жерелье. Как вышло на небо солнце, птицы запели, сады зацвели. Обняла его царевна, поцеловала и под венец повела. Папа. Чего? А ты женишься на Юле? Наш. Ты хочешь? Очень хотела бы. Тогда бы я смогла бы назвать ее мамой. Ведь... Так? Я всегда за Юлей скучаю, когда она уходит, и даже когда она тут. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, бабушка, доброе утро. Доброе утро. Как там у нас дома? Все в порядке? Марчелла не скучает за мной? Да, все хорошо. И Марчелла тоже прекрасна. Ты как? Да, устала в этой палате лежать. Ты почему не проведываешь? А, да я сегодня буду. Жду, внученька, жду. Если сможешь, зайди, купи моих любимых конфет. Закончились. Помнишь, какие? Конечно, помню, бабушка. Сегодня буду целовать тебя. Юля, меня после обеда не будет? Дочка родила. Сегодня выписывает. Я вас поздравляю. По поводу сроков сдачи проекта, давай на следующей неделе. Ну, у меня сейчас не будет на это времени. Все, пока, пока. Счастливо, да. Пока. Я на обед. Буду через час. Чем занимаешься? Работаешь? У меня обед. Иду к бабушке. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Да все нормально. Вот на днях ездила в деревню по гостям. Приезжали мы на озеро. Было очень красиво. Вообще-то я не об этом хотела спросить. А с кем ты ездила? Жора Фокина. Ты мой бывший одноклассник. Ты вряд ли помнишь. Ладно, мамуль, я уже подхожу. Давай. Пока. Ладно, пока. Да. Привезли медтехнику. Вас ждут. И что? Ничего страшного, подождут. Вот бананы, апельсины, конфеты и твои любимые вещи. Угу. Да, любимая, спасибо. А, ну чего? Сколько тебе еще тут лежать? Да, через неделю выпишут. А ты чего грустная? Да, мы с мамой не понимаем друг друга. А кто ее понимает? Да, а как на работе? Справляешься? Зайцем не давит. Да нет, все по делу. Мам, он не простой мужик. Знаешь, это он с другими так. А сам по себе он кремень. Но он же с нуля построил свой бизнес. Он построил свой бизнес? Да если бы он не уговорил твоего отца помочь ему, у него бы ничего не вышло. Да, организатор он хороший. Но без таланта и знаний твоего отца у него ничего не получалось. Бабуль, а каким был папа в последние дни перед исчезновением? Просто мне кажется, люди, которые кардинально хотят изменить свою жизнь, ведут себя как-то иначе, нет? Каким он был? Каким он был? Нервным. Он работал тогда над каким-то очень большим, серьезным проектом торгового центра. Он работал дни и ночи, сидел на кухне, чертил, писал. Очень нервничал. Бабуля, а ты ничего не путаешь? Просто я в архиве ничего не нашла про торговый центр. Да нет уж, у меня память боевая. Бабуль, прости, я не хотела тебя обидеть. Ну, если не веришь, в вашей комнате в столе лежит его еженедельник. В нем поищи. Еженедельник? Да. Ты там очень много интересного найдешь. А дали-ка мне такой же. Побойди. Какие новости? Да жучки как-то странно работают. Все время тишина. Может он их нашел? Ну, тот парень, который все время возле Юли крутится. Ну, тот парень, который все время возле Юли крутится. Кто он такой? Я пока не выяснил. Менты дело Грановского не ведут, оно закрыто, значит не мент. Хотел через шпану на него надавить, а потом подумал, а вдруг это человек босс. Думаешь, босс приставил его к ней? Ну, я бы не исключал такой возможности. Достали эти игры за моей спиной. Почему это должно быть нашей проблемой? Пусть босс сам разруливает. Все, поеду к ним. Будете договариваться о личной встрече? Уже. В ресторане за городом. И сейчас. Так, давайте-ка я с вами поеду. Нет. Это встреча тет-а-тет. Хотя, я тебя наберу. Будет на связи. До свидания. Да. Да. Тет-а-тет. Да. Десятое июня. С проблемами разберусь. В воскресенье идем в цирк. Давно обещала жене дочерки. Юленька уже устала ждать. Да, я же тогда так хотела в цирк. А вот и билеты. А помнишь, вон там мы с тобой от дождя прятались? Да, я тогда впервые на тебя внимание обратила. Если тебя глаз вообще тогда не спускало? Да, да, да. Чего? Завтра проект будет готов, я гарантирую, да. Что, ты его знаешь? Да, это, это Яцук. Я очень давно его не видела. Я думала, он еще сидит. На чем? Коля, не на чем, а где? В тюрьме. Он бюро ландшафтного дизайна открыл. Ох ты, зверь. Ты молодец, что зашел. Как, Даша? Спасибо. Уже лучше. Сейчас не они. А, кстати, она тебе подарок приготовила. Спасибо. Спасибо огромное. Для нее это так ценно. Я, кстати, перед твоим приходом нашла ежедневник отца. В тот день, когда он исчез, я очень его ждала. Он обещал нас с мамой сводить в цирк, но, к сожалению, он так и не появился. Вот я тут нашла билеты на 11 июня 2006 года. Странно купить билеты и так внезапно исчезнуть. Да, странно. Я тогда так сильно на него обиделась, что в цирке так ни разу и не была. Ты знаешь, что мы сейчас с тобой должны сделать? Исправить эту ошибку. Мы сейчас с тобой возьмем и поедем в цирк. Я серьезно. Поехали, поехали. Давай, давай. А кофе? Скорее. Значит так, босс, сказал, сам во всем разберется. Даст отмашку своим людям. И в ближайшее время вопрос будет положительно решен. Так что можешь взять небольшой отпуск. Я тоже на недельку смотаюсь на курорт с семьей. Все понял? Давай. Поехали. Давай. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. Если бы мы что-нибудь не протолкнулись. Так а вот же, что тут написано, приезд в цирк откладывается на неопределенное время. Прости, хотел, как лучше получилось, как всегда. Слушай, ну я обещаю, они когда в следующий раз приедут, я обязательно тебя еще раз приглашу, хорошо? Ну что, поехали? Да, давайте домой. Да, будьте здоровы, да. Исправили ошибку. Папа! Папа! Чего? Иди, посмотри, что я нарисовала. Ах ты, умничка. Давай, собирайся скоро спать. Уже, что ли? Да, уже. Давай-давай-давай. Ну хорошо. Пойдем спать у нас. Предположительно, уклоняясь от встречной машины, Абдулаев не справился с управлением. Машину занесло, и она, врезавшись в столб, загорелась. Из-за деформации корпуса автомобиля у Абдулаева не было шансов спастись. Он, по сути, сгорел заживо. Свидетелей аварии, в которой погиб Абдулаев, не оказалось. Улица на том участке находится в состоянии ремонта, поэтому непопулярна у большинства водителей. Вызванные водителем рейсовые автобусы спасатели обнаружили уже загоревший автомобиль. Прокуратура отказалась комментировать это происшествие, ссылаясь на следственную тайну, что дает возможность предположить, что правоохранительные органы сомневаются в случайности аварии. Юля, я знаю смерть Абдулаева, знаю… Я с ним виделась. С Абдулаевым? Да, в его гостинице. Буквально скоро после нашей с вами встречи. И что? Вам покажется это глупым, но мне кажется, что смерть Абдулаева подстроена. Просто, когда мы с ним разговаривали в гостинице, он был не до конца искренним. Юля, мы не нашли никакой связи между исчезновением вашего отца и Абдулаевым. Что же касается его смерти, то не я веду это дело, но по некоторым данным, одна из официальных версий – это трагическое стечение обстоятельств. И все. Значит, я ошиблась. Да, мамуль, доброе утро. Юля, я так больше не могу. Нам нужно поговорить. Поговорить? О чем? Прямо сейчас. Ты где? Иду на работу. Тогда давай встретимся возле архитектурной фирмы через полчаса. Я буду ждать. Я до последнего не хотела говорить с тобой о твоем расследовании. Ты ведь все равно меня не слышишь. Ты даже не понимаешь, что делаешь мне больно, заставляя все это по-новому переживать. Все это унижение. Мам… Ну что, мам, ты хоть понимаешь, как мне будет плохо, если ты каким-то чудом найдешь Грановского с этой его своей? Скажи, тебе бабушка так настраивает? Да при чем здесь бабушка? Да при том, неужели она до сих пор не поняла, что он предал не только нас с тобой, он ее предал. За двенадцать лет ни разу ни написать, ни позвонить. Мам, ну это как раз и странно. Она его мать, а я любимая дочь. И в этом точно что-то не так, и я разберусь. Я, кстати, нашла еженедельник отца, и в нем были записи про торговый центр. Ты не помнишь детали? Какие детали, Юля? Какой центр? Когда это было? Мам, ну сама подумай, почему он не дает о себе знать? Потому что он вычеркнул нас из жизни раз и навсегда. Ладно, мамуль. Я тебя люблю. Пока. Нашли, что искали? Нет. А это все проекты Грановского или есть еще? А какое именно вас интересует? Это не важно. Есть еще? Нет. Здесь все. Ясно. Спасибо. Девушка, а коробочку на место поставить? Молодежь. Молодежь. Свет, у тебя есть пару минут? Угу. А ты же готовила документы для отца. Ты ничего не помнишь про проект торгового центра? Я не нашла ничего в архиве. Во-первых, у меня вчера было прекрасное свидание с Колей. Сегодня встречаемся снова, переписываемся с самого утра. Угу. Поздравляю. Спасибо. А во-вторых, я знаю о проекте. Его дорабатывал уже другой главный архитектор Яцук. После исчезновения Грановского. Он доработал проект. Здание торгового центра построили и ввели в эксплуатацию. Странное, я думаю, это что-то важное. Тут действительно не все так просто. Через год после того, как здание ввели в эксплуатацию, оно обрушилось. Погибли люди. Яцука посадили в тюрьму. Оказалось, что он подтасовал данные геологической экспертизы, не указав, что в земле есть неустойчивый карстовый слой. Да, я помню. Это была жуткая трагедия. Вчера я встретила этого самого Яцука. Похоже, сейчас у него бюро ландшафтного дизайна. Но он был не один, а со своим двоюродным братом Егором. И что? А то! Егор работал у нас охранником. И то он дежурил в тот день, когда исчез Грановский. И знаешь, какая мысль пришла мне в голову? Ну? Они могут быть замешаны в исчезновении Грановского. Объясни. После исчезновения твоего отца Яцук стал главным архитектором. Он всегда претендовал на место Грановского. У них с Грановским был конфликт. Тот считал Яцука некомпетентным и собирался ходатайствовать перед Зайцевым о его увольнении. Яцук очень нервничал. Он мог договориться с Егором, что тот убирает Грановского, а не ворует деньги. И Яцук становится главным архитектором. А где ты последний раз видела этого Яцука? Ну, я бы не советовала тебе с ним встречаться. Я сделаю как лучше. Скажешь мне адрес? Скажу. Ты же теперь не угомоишься. Только я тебя прошу, будь очень осторожна. Спасибо. Алло, Юль, привет. Привет, Джорн. Слушай, есть важный разговор. Давай встретимся. Сейчас никак. Давай вечером после работы. Я тут занимаюсь расследованием. Хочу кое-что проверить. Я сама тебе позвоню. Пока. А… Алло, Слав, здорово. А ты где? Давай, сейчас подъеду. Вадим Эдуардович, мы учли все ваши пожелания. Я вижу. Финальный вариант проекта стал поинтереснее. Я с вами согласен на все сто. Вы не могли бы подготовить короткую видеопрезентацию для мэра? Да. Сделаем, конечно. Замечательно. Надеюсь, к концу недели все подпишем. О чем разговор? С вами, как всегда, приятно иметь дело. Это взаимно. Вадим Эдуардович, взаимно. Да, Роман Александрович. Да. Слыхали новость? Что такое? Абдулаев разбился. Несчастный случай. Да вы что? От вас от первого слышу. Вы ведь, кажется, были партнерами по ряду бизнес-проектов? Это было очень давно, лет семь или восемь назад. Ну, вы знаете, очень сложный человек, но жаль. Надо обязательно выразиться болезнам у него в семье. Да уж. До встречи. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас интересует? У нас есть полный спектр услуг по ландшафтному дизайну. Я к Яцеку. Это ведь его беру? Да. Сейчас доложу. Как вас представить? Гайновская Юлия. Вы знаете, Глеб Леонидович сейчас занят. Может быть, в другой раз? Да нет, я ненадолго. Подождите. Куда? Здравствуйте. Вы Яцук? Да. С кем имею честь? Грановская Юлия. Грано... Вы дочь Игоря, да? Что вам известно об отца? Ничего. А почему, собственно, мне должно быть что-то известно? Он просто исчез, и все. Извините, Айза. Я знаю, что вы с братом замешаны в его исчезновении. Полный бред. Да, я не любил вашего отца. Но ни я, ни мой брат никакого отношения к его исчезновению не имеем. А торговый центр? Что торговый центр? Торговый центр, из-за которого вас посадили. Отец начинал его проектирование, а потом продолжили вы. И потасовали результаты геологической экспертизы. Нам нельзя это обсуждать. Почему нельзя? Просто не стоит и все. А что здесь не так? Послушайте, девочка, вы, наверное, не понимаете, куда вы лезете. Вас просто убьют. Убьют и все. Кто меня убьет? Вы же не о себе говорите. Кого вы так боитесь? Я не понимаю. Да. Все, хорошо. Надоело. Столько лет я все это в себе держал. Сейчас, одну секундочку. Я, я, у меня тут есть кое-что. Ваш отец, он… Там все было непросто. Понимаете? Одну секундочку. Да. Да, сейчас. Вот, вот. Вот здесь. Все, все ответы. Там, там все. Что с вами? Сейчас, секундочку. Помогите! В скорую. Здорово. Жора, ну и что за спешка? Я же тебе сказал, у меня времени реально мало. Мне главный приказал пробить кое-кого, я на прослушке сижу. Слушай, прости, буквально на правослов. Ты же ведешь дело Абдулаева? Ну, его в том числе. Скажи, ты веришь, его случайно гибнет? Нет, конечно. А ты веришь? Да вот и я, нет. Ну, в общем, там у Абдулаева помощник был по весьма сомнительным делам. Такой подозрительный тип. Кстати, не мешало бы к нему наведаться. Да, можем проехаться. Ты же работаешь. Да ничего. Поехали. У тебя оружие есть? Нет, я же тебе говорю, я на прослушке. А у тебя? У меня тоже нет. Тогда аккуратненько. Инфаркт. Это пока вся информация. За всей остальной информацией обращайтесь в городскую больницу. Скорейшего ему выздоровления. Всего доброго. Его в третью везут, да? Да, в третью. Спасибо. Алло. Да, это я вам звонила. У меня для вас срочные новости. Добрый день. Я могу поговорить с Тамарой Абдулаевой? Будьте любезны. Томочка, здравствуйте. Это я. Примите мои искренние соболезнования. Вы знаете, как мы с Тимуром дружили. Позвольте мне вам немного помочь. Я на вокзале в камере хранения оставил для вас небольшую сумму денег. Запишите, пожалуйста. Ячейка 14, код 421. Да ну что вы. Держитесь там. Ну-ну-ну. Давай, может, шуметь не будем. В отпуск собрался. От кого бежишь? Значит, босс и меня заказал. Вы меня прямо здесь или в лес повезете? Откуда знаешь, что мы от босса? Ты приглядывал за Грановской по его указке. Как чувствовал, что не надо было Абдулаеву шуметь. С Мерседесом этого четко. А может, договоримся? Там в чемодане деньги. Нормально денег. А я уеду из города и забуду его имя. Навсегда. Компромат есть на босса? Есть. У меня на каждого человека есть компромат. Это моя работа. Давай. Давай. В документах. Папка Z. Приятного утра. ИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Я не совсем понимаю, ты должен изменить результаты геологической экспертизы. За этот участок я выложил большие деньги и терять их не собираюсь. Дядя Рома? У нас полгорода стоит на карстовых слоях. Если бы я каждый раз смотрел на это, я бы до сих пор был бы ни с чем. А если не сделаешь, пойдешь следом за Корановским. Тот тоже решил отказаться, мол, для строительства не годится. Очень опасное место. А что вы с ним сделали? Тебе в подробностях? Извините, Роман Александрович, я изменю результаты. Роман Александрович хочет с вами поговорить. Я не знаю, кто виновен в исчезновении отца. Роман Александрович хочет с вами поговорить. Поэтому, пожалуйста, сядьте в машину. Я с вами никуда не поеду. Ну что, как маленькая? Вы же понимаете, за вами никто не выйдет. Прошу. Ну смелее, 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 смелее. Ну что? Да ничего, вызов идет, трупу не поднимает. Попробую еще. Ладно, другая идея есть. Да, Юля, где вы? Ваш пропуск у дежурного. Что? Это ты? Что? Это точно? Это стопроцентная информация. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юлия, я не хотел. Твой отец сам напросился. Стал угрыгать над разоблачением. А я уже вложил в эту часть, так несколько миллионов. Ты знаешь, я ведь завидовал ему всю жизнь. Вероновский был умнее, даже твоя мать. Твоя мать выбрала его, а не меня. Хотя ухаживали за ней мы оба. Я его ненавидел. Понимаешь? Ненавидел. Зря ты не вернулась в столицу. Зря. Не надо было выражить прошлое. Двенадцать лет назад твой отец вот так же стоял передома и молчал. Не мог поверить. А потом побежал. Побежал. И что мне было делать? Я не мог дать ему заговорить. Его тело закопано под этой сосной. Ты будешь лежать рядом. Отвернись. Отвернись, отвернись. Отвернись! Ну, смотри сама. Оружие! Оружие! Оружие на землю! Руки за голову! Лежать! Все лежать! За голову! Кто он убил мою упом? Разберемся. Пойдем, пойдем, пойдем. Слава богу, я с ней рядом. Добрый день, Роман Александрович. Будем разбираться. Добрый день, Роман Александрович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как я могла в нем так ошибаться скажи? Короче, гражданин Зайцев, вас подозревают в убийстве Грановского, Абдулаева, а также покушения на убийство Юлии Грановской. И это еще не полный перечень. Так что предлагаю вам чисто, сердечно во всем признаться. Не в чем мне признаваться, ясно вам. Не в чем. Что? Мой подзащитный настаивает на том, что он не виновен. Значит, мы отказываемся сотрудничать со следствием. Я не виновен. Все улики, в принципе, у меня сфабрикованы, я требую немедленного освобождения. А вот твой начальник охраны уже давит показания. Во все чистосердечно признался. Слушай, ну облегшит душу. Все, что наплетет этот сказочник, это ложь. Кстати, а что там Борис? Какой Борис? Ну мой водитель, он дает показания? Проверили документы и отпустили. Я никогда никого не убивал. Меня оклеветали. Продолжение следует... Держись, милая. Я в кафе пойду, помогу. Хорошо? Игорь был замечательный сын. Он... Успокойся, солнце. Успокойся, душенька. Прошу всех пройти на поминки. Нина, иди поможешь. Стефания Дмитриевна, простите меня. Прошу вас. Вы же знаете, я очень любила Игоря. Простите. Пожалуйста. Пойдем, помянем. Пойдем, помянем. Зайцеву предъявлено обвинение в убийстве Горановского. Юля, из тела вашего отца извлекли пулю, выпущенную из карабина Зайцева. Вот результаты экспертизы. Почему он его убил? И как с этим связан Абдулаев, вы узнали? Мы постарались восстановить последовательность тех трагических событий. 12 лет назад Абдулаев был компаньоном Зайцева. Таким мелким бизнес-партнером во многих делах, в том числе в том самом торговом центре. Так вот, 11 июня 2006 года, в воскресенье, Игорь Горановский приезжает в гостиницу к Тимуру Абдулаеву. Но там его уже поджидает Зайцев, который хочет, чтобы Горановский изменил, подтасовал результаты экспертизы. Здравствуй, Тимур. Что за срочность? На, держи свои документы. Спасибо. Но позвонил я не для этого. А для чего? Игорь, я хотел с тобой поговорить. Ром, зачем? Я же тебе уже все сказал. Игорь, не надо. Не надо. Пожалуйста. Ром, ты знаешь мою позицию. Я не буду подделывать результаты экспертизы. Игорь, ты не представляешь какой ситуации. Какие люди стоят за моей спиной. В общем, ради нашей дружбы. Ты все-таки откажешься от этого проекта. Я не могу. Ты понимаешь, что там очень опасный карстовый слой. Там строить нельзя. Рано или поздно это все обрушится. Могут погибнуть люди. Ром, ты понимаешь это? Это не точно. Это не точно. Есть вероятность, что он простоит довольно долго. У нас будет время построить, продать и заработать. Послушай, и все у нас будет хорошо. Прошу. Твоя доля три миллиона. Я прошу. Прошу. Ром, ты из-за этих своих денег совсем голову потерял. Или ты прекращаешь разработку проекта, либо я собираю пресс-конференцию и все рассказываю журналистам. У тебя время до понедельника. Ром, ты из-за этих денег. Ром, ты из-за этих денег. После этого Грановского хватает люди Зайцева и вывозит к Лисий горе. Туда же позже приезжает и сам Зайцев, но не один, а с Абдулаевым. На глазах которого Грановского убивает Зайцев. Тем самым Абдулаев становится невольным свидетелем убийства. Зайцев это все сделал специально. Он показал, что бывает с людьми, которые идут против него. После этого напуганный до смерти жестокостью Зайцева, Абдулаев отделился от него, вышел и вообще из его общего бизнеса, стараясь забыть, как страшный сон, смерть Грановского. Но тут появляется Юля и начинает свои поиски. Абдулаев нервничает, просит Зайцева как-то повлиять на свою пачерицу. Зайцев успокаивает Абдулаева, но Абдулаев нервничает все больше и больше и выбалтывает о том, что он получил информацию от человека из архива по поводу Юли. А затем, не согласовав с Зайцевым, он нанял двух отморозков, которые должны были как-то повлиять на Юлю. Зайцев в гневе. Он понимает, что Абдулаев слетел с катушек. В общем, их встреча в загородном ресторане уже ничего не решала. Зайцев уже все решил. Он убрал Абдулаева, надеясь, что на этом все закончится. Мне не дает покоя тот день, когда Игорь исчез. Вернее, когда его убили. Кто мне тогда звонил? Ну, вам звонила подруга Борисова, начальника его охраны. А машина отца? Вы говорили, что ее видели на выезде из города в тот день. За рулем машины Грановского был подельник Зайцева, который по типажу походил на Грановского. А деньги из сейфа забрал сам Зайцев рано утром, после чего открыли сейф с главным бухгалтером и объявили о пропаже. Боже мой, он все продумал. Да, все, да не все. Зайцев не рассчитывал на то, что Яцук сделает аудиозапись на диктофон. Яцук его подразумевал? Да нет. Яцук сделал эту запись совершенно по другому поводу. Когда исчез Грановский, Зайцев вызвал к себе на ковер Яцука. Яцук подумал, что его будут увольнять по статье, как того требовал Грановский. Захватил с собой диктофон, положил в карман. Это для того, чтобы потом судиться в суде с фирмой. Но разговор пошел совсем о другом. Я. Я надеюсь, Зайцев получит по заслугам. Я в этом уверен. У обвинения очень серьезные доказательства. Давайте ваши пропуска. Спасибо, что зашли. Вот ваши пропуска. До свидания. Спасибо. До свидания. И спасибо вам, что тогда успели. Юля, я хотел бы поговорить с вами о своем племяннике. Жора хороший парень. Ну, зря ты с ним так поступаешь. Я никак с ним не поступаю. Извините. До свидания. До свидания. Сердце у него в груди так и загорелось. Он сразу решил, что ему-то и выпало на долю счастья пробудить ото сна прекрасную принцессу. Недолго думая, принц сдернул по воде и поскакал в ту сторону, где виднелись башни старого замка, куда влекли его любовь и слава. И вот перед ним заколдованный лес. Папа, когда Юля к нам придет? Знаю, Даша. Я так по ней скучаю. Хочу, чтобы она пришла. Не приходит. Не приходит. Я тоже по ней скучаю. Марчелло, Марчелло похудел. Он всю грудь себе исцарапал. Ой, не кормила, что ли, ты его? Бабушка, ну скажешь тоже. Так. Ты вообще, как только из больницы тебя выписали, бурную деятельность тут развела. Ни минуты не сидишь. Сейчас будем блинами завтракать. Застучала по ком-то, да? Бабушка. Бабушка, ну ничего от тебя не скроешь. Да. Я влюбилась в парня, но без какой-то взаимности, что ли? А почему ты думаешь, что без взаимности? Может, ты просто не знаешь об этом? Да, бабушка, я просто не знаю. Юль! Юль! Прости меня. Мир! И ты меня прости. Мир! Я люблю тебя. И я тебя. Мир! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!